В 2018-м задекларировать свои доходы должны граждане, которые в прошлом году получали дорогостоящие подарки, за исключением подарков от близких родственников, продавцы имущества и те, кто сдавал свое имущество в аренду, и получатели доходов от источников за пределами России. Кроме этого, задекларировать свои доходы, полученные в 2017 году, обязаны индивидуальные предприниматели, находящиеся на общем режиме налогообложения, медиаторы, арбитражные управляющие, оценщики, патентные поверенные нотариусы, адвокаты и другие лица, занимающиеся частной практикой. Изменился подход к налогообложению доходов от продажи имущества, приобретенного после 1 января 2016 года. В соответствии с положениями кодекса, доходы, получаемые налогоплательщиком от продажи объекта недвижимого имущества, освобождаются от налогообложения при условии, что такой объект находился в собственности плательщика в течение минимального предельного срока владения данным объектом. Минимальный предельный срок владения объектом недвижимого имущества составляет 3 года в случае, если право собственности на объект недвижимого имущества получено в порядке наследования или по договору дарения от физического лица, признаваемого членом семьи или близким родственником, а также в результате приватизации и в результате передачи имущества по договору пожизненного содержания с иждивением. В остальных случаях минимальный предельный срок владения имуществом исчисляется как 5 лет. Представители налоговой инспекции отметили, что 6 тысяч деклараций были поданы через личные кабинеты. Это сэкономило массу времени и плательщикам 3НДФЛ, и инспекторам ИФНС. При этом существуют и другие альтернативные способы сдачи отчетности, например, через ближайшее отделение МФЦ. Специалисты МФЦ – это разносторонние профессионалы, которые разбираются в том числе и в налоге на доходы физических лиц. И грамотно подскажут налогоплательщику, что ему еще необходимо будет либо дополнительно, либо сразу представить вместе с декларацией. Поэтому хочется как бы нацелить и на то, что МФЦ тоже принимает наши декларации. Хорошую помощь в самостоятельном заполнении документов может оказать и сайт Федеральной налоговой службы. Здесь размещено совершенно бесплатное программное средство, которое так и называется – декларация. Оно поможет налогоплательщику пошагово заполнить все нужные строки и подскажет, какие еще документы необходимо дособрать. С этого года в налоговое уведомление, в котором мы всегда видим только имущественные налоги по тем объектам, которые нам принадлежат, некоторые плательщики увидят еще строчечку с уплатой налога на доходы физических лиц. Значит, кто же получит уведомление со строчкой по НДФЛ? Значит, в указанное уведомление будут включены неудержанные налоговым агентом суммы НДФЛ, то есть работодателям, в виде вознаграждений за выполнение трудовых или иных обязанностей, в виде дивидендов и процентов, в виде материальной выгоды. Налог на доходы физических лиц необходимо оплатить до 16 июля. Его общая сумма для нашего района превысит 4 миллиарда рублей. Налоговые органы предупреждают, что неплательщиков НДФЛ ждут серьезные штрафные санкции. Петр Горохов, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.